Близкие из окружения Андрея Малахова рассказывают о его разводе. По их словам Андрей и Наталья уже подали заявление на развод. В чувства этой пары не верили еще до свадьбы. Многие считали, что это просто прикрытие нетрадиционной ориентации Малахова. А иначе не скажешь, ведь это нонсенс, когда молодожены живут на разных квартирах, спят в разных постелях и лишь изредка заходят друг к другу в гости. Но рождение сына развеяло сомнения. По утверждениям людей, которые знают Андрея, Малахов не способен к серьезным отношениям. У него часто случаются романы. Многие из них это служебные, но они все проходят по одному и тому же сценарию. Резко вспыхивают чувства, а потом угасают. Иногда это бывает из-за простого влечения Андрея. Так было в романе с Наташей Королевой и Дианой Шурыгиной. Шкулева все знала и прекрасно понимала, что Малахов будет всегда изменять. Когда она выходила замуж за известного ведущего, ее целью был ребенок. Она хотела стать матерью. К этому шагу ее подталкивал возраст. Андрей подходил идеально. Образованный, статный, обеспеченный. Было очевидно, что если отношения не сложатся, ребенка он не бросит. Андрей начал уже изменять, когда Шкулева была беременна. Но такие мелочи ее никак не задевали. Она знала, на что шла. Близкие предполагают, что между ними был даже договор. Поэтому они и жили раздельно. Правильнее сказать, они были больше друзьями, воспитывающими общего ребенка. Параллельно они создавали видимость семьи, совместно посещая различного рода мероприятия. Или как в программе «Осторожно, Собчак» делали видимость совместной жизни. Супруга фиктивного мужа Андрея Малахова неоднократно попадалась на глаза прессы. Но только не в компании своего мужа, а вместе с издателем журнала Сергеем Рыбаковым. Недавно Шкулева отправилась в командировку в Болгарию, где ее сопровождал Рыбаков. В окружении Малахова говорят, что командировка – это всего лишь официальная версия. На самом деле парочка очень весело там проводила время, и о работе вряд ли кто-то вспоминал. Малахов прекрасно об этом знает, и он даже не против. Можно сказать, что Шкулева практически не скрывает свои отношения с Рыбаковым. Она открыто с ним флиртует, обменивается любезностями и нежностями. А потом открыто делится своим счастьем в социальных сетях. Непонятно только зачем Малахов и Шкулева решили развестись. Возможно, она решила оформить отношения с Рыбаковым. Как бы там ни было, вряд ли мы это увидим в программе «Прямой эфир». А вот в программе «Пусть говорят с Дмитрием Борисовым» возможно. Все прекрасно знают, как Первый канал не любит Малахова.